Вообще статистика по пьяным ДТП в нашей стране растет из года в год, несмотря на все меры по усилению ответственности. Например, в прошлом году полицейские зафиксировали аж 114 тысяч случаев пьяного вождения. Это на четверть больше, чем в 2016. То есть получается, что как минимум сотни тысяч водителей могут попросту купить евробляхи, ездить с ними в любом состоянии, ну а в случае неприятностей просто сбежать от наказания. Впрочем, на этом плохие новости не заканчиваются. Вдобавок к евро номерам в нашей стране до сих пор можно купить еще и водительские права. По крайней мере, объявлениями об их продаже завален весь интернет. Это аферисты? Или и вправду кто-то торгует реальными документами? Наша Елена Зорина разбиралась. Купить или отучиться честно? Это была открыта сумма, 3200. Так ли легко получить водительскую корочку? Коррупционная кормушка до сих пор работает? Или реформы все же в действии? Сейчас в Украине очень модно. Я сел, а меня водительское удостоверение принесли домой. Итог езды таких горе-водителей известен. Таких историй в Украине немало. В аварии попадают и бывшие чиновники, и даже те, кто причастны к выдаче водительских удостоверений. Пересек двойную сплошную, ударил в левый бок наше синее Митсубиси. От гибели моего папу не спасли. Это какой-то один из начальников МРЭО был. То ли по неосторожности, то ли от ощущения безнаказанности, то ли правила не доучивают, или вовсе корочки покупают. Купил права за сало, так говорят, а тех, кто не ездит вот так по автодромам, а просто покупает водительское удостоверение. Ежегодно в Украине новыми автолюбителями становятся несколько сотен тысяч людей. Но сколько из них липовых? Каждый пятый или каждый второй? Экзамен на одном из столичных автодромов. Это сдавшая теорию. Сейчас люди сдают вождение. Полсотни новоиспеченных выпускников автошкол готовятся стать полноправными водителями. На механице. Так. Посерьезно. Кожа не спит, хвилювания какие-то присутные. Удача, очевидно, улыбается не всем. Скажите, слава бить, пожалуйста, хорошо? Потому что, вы не видите, что я делаю? Уже три года в Украине вместо МРЭО работают сервисные центры. Сотрудники новые и права выдают по-новому. У нас есть онлайн-камеры, спостережения. Любой гражданин может зайти в экзаменационный класс и подивиться, как складаются испыты. У нас уже есть несколько сервисных центров, в которых уже есть видеорегистраторы на автомобилях, на которых люди складывают. Ежемесячно в этом сервисном центре выдают две тысячи новых удостоверений. Настя получила свое летом. Три месяца учебы, три попытки сдать теорию и столько же вождения. Для девушки получение прав стало настоящим тестом на стойкость. Ну вот они мои заслуженные. Я, конечно, долго намучилась, на фото видно, но зато теперь могу со спокойной душой садиться за руль. Настя рассказывает, как только попала в автошколу, начали поступать предложения купить права. В самой школе мне не предлагали что-то порешать за деньги, но уже когда я пошла на вождение непосредственно, мне инструктор по вождению сказал, Настя, давай не будешь мучиться. В подтверждение своих слов показывает видео. И тех, кто договорился, девушка увидела уже на экзамене. Были молодые парни, которые приходили и такие, что я здесь вообще делаю, я уже все решил. Выдают тесты, они там наугад. То есть, если, допустим, я потратила все выделенное время на экзаменационный билет, то они за 2-3 минуты поставили галочку, то есть крестики-нолики, морской бой, сдали, развернулись и ушли. Опыт львовянки Юли мало чем отличается. Как все происходит, отследили львовские активисты. Эксперимент прошлого года. На сутки оставили включенную видеокамеру возле одного из сервисных центров. И увидели, что реальных выездов навчального автомобиля было до 6 штук. Из 100 человек 6 реально выезжали. Висновок такой, что хабарьи платят. Тариф покупной тоже известен. Есть 2300 гривен. 300 гривен остаются в школе за передачу хабаря. А 2000 гривен передаются в сервисный центр. Сервисный центр «Автошкола» – самая распространенная коррупционная схема, рассказывает юрист Игорь Лепявко. Оказывается, набирая учебную группу для покупателей прав, специально резервируют места. Человек оплачивает определенную сумму денег. И этого клиента устраивают в этот класс, который он абсолютно даже не приходит в эту автошколу. Он приходит только один раз, чтобы сесть перед фотоаппаратом и просто получить удостоверение. По сути, это целый бизнес с развитой сетью посредников и серьезной прибылью. Практические навыки уже приобретаешь непосредственно на дороге. Решалы или бегунки – так называют людей, которые могут помочь с покупкой прав и не только. Таких посредников раньше можно было найти прямо возле МРЭО. Сейчас ничего не изменилось. Целый ряд ларьков, предлагающих помочь с автономерами, договорами купли-продажи машины. Так выглядит тыльная сторона одного из сервисных центров. Внутри убеждают – права не продают. Но тех, кто может помочь, надо искать в двух шагах на улице. Мы не занимаемся духовно-хранителем. Они только в своем клинике где-то возле КОК-машины. Дальше больше. Искать их особо и не нужно. Сами себя рекламируют. Сделать водительское удостоверение без хлопот нынче предлагают даже в метро. В интернете тоже полно подобных объявлений. Тарифы порой ниже, чем плата в автошколе. От 5000 гривен. А за опт – скидка. Дельцы уверяют, делают документы даже для тех, кто находится на неподконтрольной территории. С одним из таких связываемся по телефону. По легенде говорим, что права нужны для 22-летнего парня из Донецка. Можно сделать. Будет в 2017-2016 годах. 450 долларов стоимость. По документам нужно копия паспорта, копия кода. Фотография 3,4,4. И роспись отдельная на белом месте. Документы когда будут готовы? Максимально 14 дней. Любая категория, а можно сразу несколько. На цену это не влияет. Доставка почты, оплата наложенным платежом. Документы, говорят, не липа. Это оригинал, госзанатовский знак с подборкой. Было чуть больше. Можно было крымский вариант сделать, они вообще не сидят на базе. Никогда проблем не было с ним. Максимально, что грозит, это штраф. Штрафы пока не поднимали. 500 гитл и гриви. В сервисных центрах утверждают, так работают аферисты, продают подделки. Все документы, в том числе и об окончании автошколы, должны быть в единой национальной базе. А доступ посторонним туда закрыт. Еще есть такая складка, как фотографирование человека. Это цифровое фотографирование. Мы фотографируем, мы не можем делать скан с фотографией, как это было раньше. Проверять, подлинные права предлагают дельцы или нет, мы не стали. Но если такая схема существует, значит ее кто-то крышует. Впрочем, это уже должно заинтересовать правоохранителей. Елена Зорина, Мария Анна Бурякова, Галина Якушко, Сергей Килимник и Юрий Голубинка. Подробности недели – телеканал «Интер». Субтитры создавал DimaTorzok